девчонки и мальчишки всем привет привет место встречи изменить нельзя мы снова на кухне тарам я сюда в этот как вот раньше на кухню на кухню а как раньше в ссср помните мужик я уже говорил все важные события все происходило на кухне кухни это такое вообще сакральное место куда все новости секреты какие-то тайные анекдоты еще что-то среди какая бутылка молока аж полтора литра блин зачем я ее взяла не знаю думаю вместо 2 возьму одну это не сегодня она у меня уже два дня стоит так меня сегодня обломали с чебуряков вот так вот с утра захотел чебуряков сегодня носил входной я говорю через был не знаю прям до слюзиков уже уже не знаю что даже этот готовить вас есть сардельки у нас есть рыба которую не хочу размораживать нас еще щи есть твою мать никак не закончится уже все их едим-едим а вечером не закончится так на чебуреки я думаю чебуреки сейчас закажу к тесто не очень просто надо было конечно опять кофе такой заказал и закажу к дому масла у меня мало на чебуреки тесто еще закажу очень позвонили обломали сказали тесто для чебуреков нет блин у меня вся корзина собрана под под чебуреки давайте меняйте могу предложить это такое тесто дрожжевое обычно я думаю куда мне дрожжевое тесто чем и вот не давно только все в дружевом ели почему хотел чебуреки сделать вот это я сейчас напряглась девочки это почему на фарш индилайт написано источник белка белка ладно но это опять слушайте опять я с этими с таблетосами со всеми напились и вася тоже все не проснулся весь в этих в соплях соплях не знаю что видимо у нас четвертый день по моему 4 до нету горячей воды короче приходится плекаться в холодный но греть это как все летом как летом по старой схеме но все равно там нет нет до холодной водичкой плесканешься блин не знаю что только вот вылечились более-менее и по новым пошло все так значит источник белка кошмар репортовался короче взяла два и девайта думала с одним сделаю чебуреки с одним не знаю просто так пускай будет но теперь не знаю хорошие нет слоеная 1 город на как вы называете как называют это тесто слоеная без дрожжевое не требует раскатки совсем не требует солнцепёк не знаю посмотрим я такой еще не брала 2 штук 2 штук а стола 19 рублей что всю латыши не так значит сейчас будем делать пирожки из слоеного теста у из с этим с индейкой раз обломали меня сейчас пойдем но сначала дичок я хотел сказать спасибо большое всем за комментарии за хорошие а за нехорошие какая-то дама по имени елена по-моему у нее там нет непонятные они на цене на этом на ютюбе на двух каналах чешет дала прям не устает лена спасибо прям мечет комментарии молодец я вот только одну думаю душу за у девушки за проблемы с алкоголем не то что вы меня как-то этот триггер это лечо я просто думаю как ты вот ее заклинила понимаете когда разные хейтеры они пишут как бы ну и там не хейтеры люди вообще пишут на разные темы там каждое видео там какой-нибудь свой комментарий ну на эту тему да а тут у нее конечно бывший алкоголь конечно бухал конечно алкоголь там что-то это самое то есть все сводится к алкоголю я думал елен проблем какие-то что ли почему надо алкашка алкашка я даже спорить не буду ну хрен с ним пускай буду бывший алкашка давайте так сделаем пусть ладно бывший алкашка почему я должна стыдиться если я бывший алкашка наоборот это же наоборот смотрите выше я наоборот бы это знаете ходил бы вот так с флагом ну так я бывший алкашка посмотрите я теперь бросила пить я молодец там все вот это вот сюда у меня вон на каточке я теперь стала ходить на мунике ну то есть вот понимаете такой вот бывший алкашка молодец вылезла это же какая какую историю можно сочинить да под это дело ну короче не знаю какие то проблемы у девушки там давай уже я так сначала думал думал что такое тебя потом думаю наверное как-то у нее эта тема болезненная да просто это самое блин ничего меня вылечили тебя вылечит всех вылечит не переживай он не чеки ставлю я вот это вот пока размораживаться тесто размораживается а фарш я пожарю я не рискну хоть вы мне прошлый раз и сказали что можно фаршик так запихнуть в этот в слоеное тесто ой и даже да по моему куда мы пихали в слоеное тесто еще в какой-то а в этот пихали в лаваш в лаваш вы сказали можно запихнуть сырое оно приготовится ну что-то я как-то все равно не рискую я на я учусь с луком обжарю с луком со специями и сделаем уже пирожки может быть даже помидорку добавлю сейчас по ходу посмотрим сейчас по ходу посмотрим будем делать короче решил я все-таки немножко рассказать написано пластыни раскатывать но более они толстенькие думаю раскатаем разморозилась пока фарш приготовился так чуть-чуть муки-то посыпать ничего блин вот что фарша пожарила сразу две пачки останется так останется куда-нибудь пристрою так не разъехал пытался вдруг на две части разделить не делится чуть-чуть прям котну потом еще не люблю я толстый что-то так еще вот у нас квадратики луку мало вот опять с доставкой опять последние две луковички извела так сюда ну давай порежем наш мокрый так это девочки не пугайтесь если что на этой поверхности можно резать ставить горячее ну и все в таком духе так что не очень остыла конечно переглавным раскладывать так чтобы пирожок защипнулся потом у меня с этим тоже проблемы возникают треугольничками треугольничками ты что лишнего 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 чтоб меня девочки получаются пузатенькие ладно будут наверно немножко может даже вытекать вот далеко вот так вот почему тоже претензии я не понимаю что как стоит только мне сесть все капец стоять не могу я стоять успокойтесь вы уже успокойтесь как кто-нибудь другой блогер не неважно другого веса по ходе сиди снимает так у него все нормально он может сиди снимать стоит только мне сесть так сразу стоять не можешь ну что у вас за фантазия что за хрень вынесете все время в мир я ставлю сюда чтобы видно было поближе поближе чтобы так вот просто если стоит поставить вы будете лицезреть мою пузико могут вот так вот поэтому я хочу чтобы и лицо было в кадре и то что я делаю что было в кадре вот и не надо придумывать всякую хрень так это сюда вообще я смотрю недооцениваете мои способности а зря а зря кто-то долго сомневался что я могу на шпагат сесть пока я на него не снял ну девочки ну девочки так сюда ну-ка тут уже маслицем накапало сюда так это одна пока пойдет сюда влезет одна только можно было конечно и тортик наполеон ну ладно воздержимся вчера сладкого много заелись с этими панкейками сверху еще хочу этим посыпать ну вот он так ведь много как вот по чуть-чуть начинки класть не знаю я рогалики когда делаю например у меня тоже все вываливается все повидло вытекает блин напихаю потом сама мутирусь а это 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 все сюда вилочкой не буду пришлепывать вилочкой не всегда надежно получается что когда конечно покрасивее краешки ну знаете вам не гостей кормить сами быстренько сейчас и шлопаем все быстренько так у нас получается 8 пирожков 8 же 5 да здесь 8 и там 8 еще будет и того 16 вот вот видите вам не видно как я их тут красиво пристраиваю вот так вот смотрите значит на пузиков супрюжи эти задолбали извиняюсь не к столу будет сказано уже просто вырвали весь мозг и спасибо девчонки вы советуете препараты да надо сходить но я в прошлый раз столько набрала всего мы конечно все не выпили все эти лекарства только антибиотики съели поэтому мы еще лечимся тем что есть тем что я набрала в прошлый раз надеюсь поможет ну полегче так то конечно чуть кривенький ну ладно чуть кривенький значит так сюда и теперь их надо смазать смазать опа зажигалку нашла так все это надо смазать и потом посыпать кунжутиком так здесь у меня яйцо с молоком я сказала я просто одно яйцо не люблю оно прям так у корочкой застывает ой неудовно туда уже лезть блин нет чтоб противень перевернуть ой господи что у чего девочки Новик я как прочитала про белку то не знаю серьезно я вот хожу до сих пор успокоиться не могу белка белка это походу у меня уже белка наступила так ой подщипнем так 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 все ну и приготовиться они так быстрее если внутри смысл фарш уже готовы ух ты не пересыпали так чуть чуть сюда 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 где бы купить что то надо посмотреть наверно в ауберисе этот как он называется то кунжут черный по-моему есть или черный по моему черный кунжут есть как в этом в китайской кухне там же сыпет да и в узбекской по моему сыпет да черный кунжут на это на самцу на самцу все красота ставим в духовку ну минут на 15 наверное все короче первую партию вытащила вот так вот получилось вот у нас уже все ходят вокруг страшку конешка немножко косенькие опять что-то вышли но это я их так сделаю этот сейчас вторую посажу карту ну стой пока чайник ага я воды наберу сейчас и прилипли зато смотрите какие классные получились привет девочки все голодные голодающие завтрак уже пошел блин они горячие еще вон такие ну подождем так чайник ставишь надо хоть попробовать что получилось блин что-то мы опять пузами сюда вошли ладно сейчас ай вон на них девятом нужно сейчас чайник чай попьем или так сесть сейчас я сейчас приготовлю маленькая кухня пространства не хватает или мы большие это маленькая кухня с солишком что с ванной у нас давай шевелок сюда вот реально девочки видите ничего нет не видно не видно так не входим мы всех вместе с кухней сюда один здесь с лимоном без молоками с лимоном нет я без лимона без молока сахар ловит да? да но честно нормально и детстве нам и нормальный не такой рассыпчатый а вот на том программ совсем-совсем рассыпчат также поставить не так чтобы было пирожочки это девочки не мог бы просто пробовать до решения пирожков утром сказала чебуреки будут с чебуреками обломались но обломались слабым кунжутки привезли рассыпчатый пирожки тоже хорошо уже можешь ездить что лимон искать он вон нахрен а я туда пошел ммм капец как вкусно ну если что то не пропешь это даже круче чем чебурек ну да они жирные что подержишь я думаю все таки фарш этот из индейки но он конечно вкусный но самим бы лучше было накрутить да надо я все насчет мясорубки я уточку закинул мясорубку и этот как его называют смешать свиной говяжий да ботинурка как он называется то миксер миксер а ну вот надо купить действительно почему бы не купить ну блин сейчас купить мы как девчонки опять все это с собой таскать потащил ты герой потащил а чё вдвоем поедем я много чего могу утащить ты тоже собираешь или ты тоже собираешь да так что вы не этот с тобой я за любой кипиш кроме до ладонки в прошлый раз в испании любой кипиш ты сказал что там язык трудно учить это все вот тебе ну все это не твое я так подумал Жень коротка уже за 50 перевалило так даже не преувеличивай не обобщай мне еще не перевалило нет это я про себя говорю то что это ну почему не поехать как то жизнь надо менять ничего в этом страшного нет ну выучил просто не хотел учить но все таки не в первом двое как говорится поучу и в школе учил немецкий язык то что я уже забыл я уже не смотрел татарское граню так что и чем испанский дар ему а пирожок вообще зачет не такой получил узнать он обычно такие продают в магазинах со всякой ветчиной там сыром вот такие же пирожки а этот у трассы фарш нежный воздушный на ванну уже не перехваливаю просто боятся что его больше не достанется я с удовольствием у меня не забалуешь стоит один раз сказать что чё-либо не так и все начинаем питаться в столовке девочки я выпечку люблю здесь много выпечки мама бабушка любили я уже не съел короче вот такие дела следующая поездка там на море или туда я ее одну не отпущу чтобы ничего не случилось ну я в это молодость это я ездил по равным городам по учебе в москве торчал очень долго пришлось так вот с раннего возраста ночью лишь все приятно покушать да вот такие пирожки тоже сделайте советую они как треугольники ты получишь 8 когда просто треугольник ну конечно зараза рассыпчатого из чего не я не люблю тестов соли везде есть начинается везде потом нежные такие получились нежные а потом вам покажу кое-что одну приколюху да я про нее говорил потом поражем вместе ну все всем хорошим настроением приятного аппетита все пока 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 пока